Всем привет, с вами Роман, я живу в Израиле, в городе Тель-Авив. Давно, мне кажется, меня не было, я немножко приболел, и по голосу это тоже будет слышно, но не суть. Время у нас без 15.10 вечера, и я сегодня выехал в ночной челлендж, чтобы показать вам работу и сколько денег можно заработать ночью. Сегодня пятница, а значит заказов должно быть нормально. Не буду говорить, что дофига, посмотрим. Буду кататься, я думаю, часиков до трех ночи, хотя вольт работает вроде как до пяти, но там тоже после двух ночи радиус, ну действие доставки сокращается, это в Тель-Авиве, вот это центр, Дизингов, Ибан-Гвероль улица. Открываемся. Первый заказ прилетел. Далеко ехать до него, тем более он уже готов, поэтому пропустим. И обычно в это время все уже разъезжаются домой, но особенно те, кто работают с утра, днем начинают. Ну и те, кто вечером выезжают, в основном, ну там, 12 разъезжаются, я имею в виду основную массу, не все, кто-то же катается по ночам. Вот и я сегодня вместе с вами выехал, посмотрим, что можно заработать за то же время, даже меньше. Обычно я работаю с шести до двенадцати, ну там, с семи до двенадцати вечером, а тут время десять без пятнадцати, и часиков до трех, это будет пять часов, там посмотрим. Возможно, не будет к трем уже заказам, и я раньше поеду. Или, в общем, какие-нибудь еще другие варианты, походу будем смотреть. О, погнали, зацепим первый заказ, супер-пицца. Попробую рассказать сегодня что-нибудь интересное, и отвечу на какие-нибудь частые вопросы, потому что люди пишут просто, знаете, без... Ну, допустим, есть люди, да, пишут в личное сообщение, обычно они вначале обращаются там по имени, сами представляются и все такое. Ну, а есть и такие, которые не просто, знаете, здрасте, до свидания, это одно. Ну, сообщение, например, такого плана. Работу предлагаешь, че почем, куда устроиться. Типа, как будто я им всем что-то должен. Ну че, ребят, очнитесь. Я ничего не предлагаю и никуда не устраиваю. Максимум это я могу порекомендовать. В нынешнее время многие люди хотели бы эмигрировать из своей родной страны в другую, по разным соображениям. У кого-то получается, у кого-то нет. Но чтобы не рисковать самому, я хочу порекомендовать вам Just Immigrate или Эмигрируй просто. Официально зарегистрированную компанию в Израиле в сфере миграционных услуг, имеющие партнерские офисы в разных странах, с опытом работы более 10 лет. Приятные ребята, сотрудники этой организации помогают людям из России, Казахстана, Украины, Беларуси, желающим приехать и работать в Израиле. Кроме легального трудоустройства, вас также обеспечат жильем, питанием и медстраховкой. У наших друзей множество различных вакансий с окладом от 2,5 тысяч долларов в месяц. Если у вас проблема с иностранным языком, то это тоже не проблема. Вам подберут русскоговорящий коллектив, где вы сможете работать с комфортом. Это касается абсолютно всех возрастов от 18 до 65 лет. И самое главное, у вас имеется возможность оплаты услуг не сразу, а после приезда и трудоустройства. Это даст вам возможность немного освоиться. У компании куча довольных клиентов со всего мира, которые давно уже сделали этот шаг и очень счастливы оказаться в Израиле. Чтобы оставить свою заявку, вам всего лишь нужно перейти по ссылке, которая находится в закрепленном комментарии под этим видео. Но чтобы переезд для вас стал еще дешевле, оставляю свой промокод, введя которого в графе заполнения анкеты, вы гарантированно получаете скидку. Если у вас появились вопросы, то вам всего лишь нужно написать менеджеру в телеграм, который вы видите на экране, и он бесплатно проконсультирует вас по интересующим темам. Собирайте чемоданы, друзья, Израиль ждет вас. Ну а вся остальная информация в телеграме. Что-то меня опять карта ведет по большому кругу, по объездному 13 минут 6,7 километров. Сейчас посмотрим через город. Ну давай, что ты там? О, 3,9. Написал плюс 1 минута. Ну точнее, из-за того, что я путь выбрал лучше. Здесь, в этом навигаторе, хотя я его хаю, потому что его уже давно обновлять надо. Вообще, это приложение Waze было создано двумя программистами. И потом они продали его то ли гуглу, то ли кому-то за миллиард долларов в стартап. И, видимо, после этого вообще там забили на его обновление, либо еще что-то. Короче, он иногда показывает улицу, противоположную той, что тебе надо. Либо через дом, знаете, что нужно обходить, потом объезжать. Выходишь, смотришь на дом, где находишься вообще. На самом деле это не просто навигатор, а такая соцсеть. Здесь вы можете ставить, если на маршруте есть какие-то препятствия, полиция. То есть предупреждать других участников выезда, тех, кто им пользуется. Холодно, ребят, уже на улице. Хоть варюшки одевай на ручки. А это еще не 12 ночи, потому что, когда настанет 12 ночи, температура как упадет на пару градусов. Но на Мотике обдувает очень сильно, поэтому прохладно. Ну, рисует 21 градус, на следующую неделю там дожди практически 4 дня. Вот тогда и будет холодно. Ну, ночью уже 17-18, поэтому зима близко. Моргает мне там еще. Еще хуевшие тоже автомобилисты, они думают, что мотоциклисты должны им уступать парковочные места. Вот что, я так же могу припарковаться. Код. 14 звездочка. Опа. Две цифры. Есть с одной цифрой. Да, вон. Что там, следующий заказ? Это будет лететь, как пирожки. Это будет лететь, как пирожки. 1000 шеваштайм. Туда. Вот он, смотрите, и мне карта показала неправильно. Где она, блядь, я ее уже закрыл. Не туда меня привела. У меня вообще главная дорога там. Она привела меня куда-то, блядь, рядом, в общем. Смотрите, в кустах где-то по центру показывают. Видимо, дом такой длинный. Это Книсаалев, а мне нужна Гиммель. А, ну да. Он вот такой буквой Г идет. Или то это БЭТ. А вон там выше мне. И че? А это какой? Ход. Ход. Вот как понять. Есть такой вариант. Можно достать какое-нибудь письмо и посмотреть адрес. О, это то, что мне нужно. Книса Гиммель. Представляю, какой лабиринт. Сколько сюда идти. При том, что это несколько домов. Они просто так друг за другом расположили. Дали всем по букве. Под одним номером и все. Да вон. Ну я, конечно же, только сейчас увидел, что тут все написано, ребят. Что вход находится по дорожке наверх, по ступенечкам. Дальше идете, идете, потом прямо направо проходите Книса Гиммель. Это все можно перевести. Те, кто спрашивает, нужен ли еврит. Об этом я уже рассказывал. Смотрите другие ролики. Но этот текст можно скопировать. Перевести в Google Translate. Да, коряво будет. Но если не дурачок, поймете. Закрываем этот заказ. И тут ни хуя нету в Романгане. А вообще, я уже в телеге выложил пост, где набираю ребят на стажировку. Для новичков покажу принцип работы. Какие заказы стоит брать. Какие нет. Где лучше всего крутиться, чтобы ловить, ну, классные, приятные заказы. По два. И, ну, не кататься просто так порожняком. И также снимем видос такой обучающий. Я размещу его на свой Patreon. Стоит он, наверное, будет 10 баксов. Для тех, кто не хочет кататься, а просто возьмет информацию и будет пробовать сам. О, отлично. Мы сейчас цепляем тут заказ, который прямиком в Тель-Авив. Еще одна особенность. Если вас откуда-то выкидывает, лучше всего там покружиться и взять какой-нибудь заказ, который будет в Тель-Авив, чтобы по рождякам не возвращаться, а ехать с заказом. Вот опять заказ упал. Мороженка с Тель-Авива в Гиватайм. Хотя в Гиватайме и там же рядом в Рамадгане есть та же Гольда, два филиала. Почему они там не заказывают, там ближе, я вообще этого не понимаю. Помимо и Гольды, там еще куча других мороженок есть. Вот они, блин, заказывают с Тель-Авива в Рамадган. Да, это здесь 10 минут езды, но... Блин, нафига. Вот, ребят, про то, что я говорил, отметки, что на пути какие-то копы впереди. Но это ставят те, кто пользуются, участники, водители этого навигатора. То есть ты проехал, можешь поставить на точку, предупредить всех, что там полиция. А, авария. Или кого-то поймали. Кого-то словили, доставщика. Кого-то словили, доставщика. Так, ну что, закрываемся. И ждем еще заказик Отсюда только уже в Тель-Авив И нахуй, блядь Сигналишь там Короче, ребят, цепанул еще один заказ Не совсем в Тель-Авив, но к выезду Это тоже потихоньку, потихоньку Приближаться к Тель-Авиву, но с заказом Было еще точно, видел два вопроса Но по-моему было три по поводу пятницы Я выкладывал пятницу, работа пятницы, все дела И люди спрашивают, задают вопрос о том Что разве в пятницу можно работать? А пятница разве не выходной и все такое? Давайте я вам поясню Потому что некоторые думают, что пятница это запретный день Вообще, да, у эстралитян не принято работать Все муниципальные учреждения, все банки закрыты Ну, типа, абсолютно все-все-все Но рестораны, кафешки некоторые, допустим, доставка Это все работает И, естественно, люди там работают Но ты можешь работать в пятницу В пятницу все работают до обеда Точнее, вот сейчас именно до четырех часов Так как зима и шаббат немножко сдвинулся Из-за того, что солнце садится раньше Значит, шаббат заходит раньше Летом он примерно где-то в 6.30, ну, в 7 часов вот так И какая-то часть людей в пятницу работает до обеда А, ну, какая-то часть израильтян, как я уже сказал Вообще, то есть, в пятницу отдыхают У них четверг до обеда Так вот Так вот, если вы работаете в пятницу где-то Вот даже сейчас в ресторанах Обслуживающий весь персонал Повара, те, которые готовят Вам платят сверхурочно И начинает оно считаться так Допустим, день начинается 9, 10, 11, 12 утра Обычная ставка По мере захода шаббата Ставка увеличивается Например, шаббат зашел первые там Два часа, либо час 50% сверху накидывает А потом последующие 100% ставка часовая Поэтому вообще по выходным выгодно работать Потому что платят сверхурочно Но мало кто это делает И мне тоже уже не кайф Надеюсь, я скоро не буду работать Во пятницу буду так же отдыхать Как изарлетяне Но пока есть силы и энергии Надо работать Короче, затянуло меня Рамадган немножко Ну, рядом заказы решил отвезти Но время Без 10.12 Сейчас уже нужно двигать в Тель-Авивчик И там крутиться Вы просто не представляете, как холодно Чуть стоит за Тель-Авив За город выехать Все Тем более здесь еще рядом с севером Проходит река Еркон И возле водоемов Очень прохладно Руки отмерзают Реально очень На улице 19 градусов Это очень холодно Ребят Пара сорта еще нет Но думаю, через несколько дней уже будет И приехал на адрес Заказ уже давно опоздавший Он был опоздавший Уже с минус 25 секунд И вообще заказа прилетает Фиг пойми откуда Там с одного конца забрать Отвезти в другую Потом обратно Туда-сюда В общем Как угодно падает Так, ну что, ребят Пока я жду Маринку с клуба Время без 10.03 Прошло 5 часов С того момента Как я выехал на работу Открылся И чекнем Вот у нас получилось Я проехал 106 километров Сделал 22 заказа И заработал 637 шекелей Заказы продолжают Падать просто без остановки И, кстати, это ошибка была То, что Вольт работает В пределах Тель-Авива Везде И в Рамадган И в Гима Тайм В любом месте Где Какие рестораны работают То есть Вольт возит И можно работать Еще час Я думаю До 5 утра Будут заказы Но я Все 5 часов Как обычно Я работаю И Что хотелось бы сказать Я бы, наверное Пересмотрел свой график По поводу работы Очень комфортно Работать ночью Одни плюсы Нет машин Прохладно Нет людей Заказы есть постоянно По 1 По 2 И по 3 В общем Ну Падает со всех сторон Но Только они длинные То есть Откуда угодно Могут упасть И То есть Придется Много ездить Но в целом Очень прикольно Мне понравилось Только Ребята Одевайтесь теплее Варюшки на ручке Холодно, ребят Холодно Сейчас дождусь Маринку Возьму еще 2 Заказика По пути домой И поеду домой Будет где-то 700 шекелей Это 200 баксов За 5 часов Вечером В пятницу Ночью В пятницу Работа в вольт Ну на этом видос Подошел к концу Ребят Надеюсь Было интересно А кому-то полезно Подписывайтесь на канал Если еще этого не сделали Также На телеграм канал Где я выкладываю Всякую интересную информацию Об Израиле Всякие контакты На инстаграм Если хотите видеть Каждодневный лайв Ну а с вами Как всегда был Рома из Израиля Пока Увидимся Редактор субтитров А.Семкин